Переходим к разделу «Работа» и первый вопрос будет «Какая процедура получения рабочего вида на жительство в Польше?» Пожалуйста, расскажите нам. Значит, смотрите, для того, чтобы получить рабочий вид на жительство, изначально нужно получить визу типа Д, рабочую визу, либо приехать по безвизу для тех стран, для кого это доступно. То есть такие страны, как Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Молдова, у них есть возможность получения разрешения на работу довольно-таки в кратчайшие сроки, то есть это может занимать 2-3 недели. Работодателя пишет приглашение, заверяет в специальном государственном органе, он ставит отметку о своем согласии, и соискателю отправляется это приглашение, на основании которого оформляется полугодовая рабочая виза. Человек приезжает по рабочей визе и имеет право подать вид на жительство. Вид на жительство может быть выдан до 3 лет в зависимости от срока рабочего контакта. Другие страны, как правило, это Средняя Азия, то есть у них здесь процедура довольно-таки усложнена, то есть они не могут уехать по полугодовому приглашению, то есть им нужно оформлять более длительное приглашение годовое, которое по срокам оформления оформляется дольше, то есть его можно ожидать в среднем даже до 3 месяцев, иногда и больше в зависимости от загруженности государственных органов, но тем не менее они тоже могут оформить годовую визу и по такой же процедуре въехать и податься на вид на жительство до 3 лет. То есть в принципе Польша заинтересована в иностранных сотрудников, это такие крупные предприятия, машиностроительные, судостроительные, то есть это могут быть какие-то крупные цеха, автомобильная промышленность, производство, обычные магазины, склады, какие-то фермы даже, то есть очень много где требуется сотрудников, и в принципе идет нехватка за счет того, что поляки имеют упрощенную процедуру трудоустройства, например, в Германии, в Бельгии, в других странах Западной Европы, и они уезжают туда, либо работают в своей стране уже на более высоких должностях, поэтому экономика Польши сейчас очень быстро развивается, и за счет этого есть нехватка именно в рабочей силе. Хорошо, давайте рассмотрим пример. Допустим, человек ищет работу, он украинец, например, и смотрит на сайтах разных работ за границей, например, находит работу, предложение в Польше, и что ему нужно с Украины взять, чтобы податься потом дальше, пакет документов какой-то нужно собирать. В плане украинцев все намного проще, они могут приехать по безвизу, заехать, и податься здесь уже на рабочий ВНЖ, то есть если есть работодатель, либо также оформить рабочую визу. Окей, например, едет, назовем там, например, там Николай, да, человека зовут, наш Коля берет с Украины свой биопаспорт, и я так подозреваю, еще справка о несудимости, наверное, нужна. А здесь можно взять это на территории, потому что необходимо именно на территории Республики Польши, нет ли у вас судимости, то есть из своей страны, то есть в принципе, может быть для рабочей визы, да, возможно, потребуется, а для, то есть ВНЖ здесь на месте, любой иностранец может взять эту справку, не составит труда никакого. Окей, например, наш Николай едет, нашел он работодателя, допустим, это там, хлебзавод, да, он едет в Польшу, находит своего работодателя, проходит собеседование, всем все нравится. Дальше, вот, хлебзавод, это определенная компания, что ее действия, какие дальше, может ли Николай приступить сразу к работе на хлебзаводе? То есть ему нужно будет все-таки оформить разрешение на работу, в принципе, да, для... Сколько дней занимает, вот работодатель начал это делать, и сколько... Ну, это полугодовое разрешение, то есть оно делается быстро, в течение, там, например, двух-трех недель, даже в две недели можно уложиться, да, иногда это может быть даже неделя, то есть он после того, как получает разрешение на работу, он может приступить к работе. Соответственно, подача вид на жительство, все зависит, либо он этим занимается самостоятельно, там, берет от работодателя все документы, идет в ЖЕНТ, подается, либо же он нанимает юриста, который будет оформлять весь пакет документов, либо специализирующую компанию, но в большинстве случаев сами работодатели помогают, значит, трудоустроить и оформить все необходимые документы, то есть все делается полностью за работника. Супер! То есть, простыми словами, наш Николай приехал в поисках работы в Польше, допустим, обошел там несколько работодателей, остановился на хлебзаводе, все понравилось, подал свои документы, ждет, грубо говоря, неделю, ну, где-то там в Убитовне, в Костеле, и через неделю он получает уже полугодовую визу, правильно я понимаю, рабочую? Разрешение на работу, да, то есть это не виза, он получает разрешение на работу, приступает к работе и параллельно подойдет. И приступает к работе, все верно? Да. Да, супер. Теперь я сделаю сравнение со Словакией, и здесь, конечно, есть тоже большие отличия, и в данном случае Словакия действительно проигрывает в этом плане. Почему? Скажем, работы в Словакии тоже очень много, экономика развивается очень быстро, на первых местах по сравнению с другими странами ЕС, именно по темпам развития, потому что, ну, понятно, страны там, как Германия, Австрия, даже Польша, у них пик развития был давно, или там уже заканчивается, когда, скажем, уже все классно, и просто люди дальше себе живут, рынок насыщен, и все отличие. Ну, конечно, мы не берем во внимание сейчас коронавирус, здесь пока непонятно, кто насколько пострадает. Словакия в этом списке одна из первых, потому что именно сейчас идет такое очень бурное развитие, то есть очень много, по-моему, если я не ошибаюсь, 6 заводов автопроизводителей, очень больших, много других заводов, сельское хозяйство и так далее. И, конечно же, тоже Словакия нуждается в рабочих местах. Но при этом, по-видимому, у парламента нет пока времени уделить этому достойное внимание и привести здесь все в нормальное состояние. Теперь спустимся к нашему примеру. Например, наш Николай едет также в Словакию, при этом он должен с Украины взять справку о несудимости, именно с Украины. Если он едет с России, например, Иван едет с России, то так как и в Польше, ему нужно предварительно получить визу Д. Но виза Д выдается уже под конкретный пакет документов, под конкретного работодателя. Поэтому возможен вариант, например, россиянам приехать сюда по какой-то любой туристической визе, походить просто, поинтересоваться, пройти собеседование, найти работодателя. Потом работодатель ему дает пакет документов, готовит. И только потом он едет в Россию, получает визу Д и возвращается обратно в Словакию, чтобы подать документы на ВНЖ. Или он может, в принципе, в консульстве сразу подать на вид на жительство. Ну, например, с туристической визы он может подать на вид на жительство? С туристической визы он может приехать, например, найти работодателя. Да, я поняла. Просто собрать пакет необходимых документов и потом вернуться в Россию или получить визу Д, а потом приехать податься в Словакию или сразу податься в консульстве на вид на жительство на основании работы. Чуть сложный процесс, поэтому россиян, скажем, которые едут на работу в Словакии, не очень много. То есть это или такие специалисты высшего уровня, когда работодатель готов его ждать. Потому что совокупно процесс оформления документов может занять полгода, а может и больше. Поэтому, скажем, не каждый хлебзавод будет ждать обычного сотрудника, чтобы там через полгода, может быть, он вышел на работу. Поэтому больше украинцев все-таки едет на работу. Здесь тоже попроще, потому что вернемся к нашему Николаю. Он приехал в Словакию, тоже походил по собеседованиям, например, на автозавод, например, на Volkswagen возле Братиславы хочет устроиться. Что происходит здесь? Тоже Николай дает справку о несудимости, свой биопаспорт. Работодатель готовит определенный пакет документов, подтверждение с места проживания, куда Николая поселили. И с этим всем пакетом документов нужно идти тоже в судзанятскую полицию, полиция по делам иностранцев, и подавать на вид на жительство на основании трудоустройства. Можно там или в электронную очередь записываться, или вживую становиться, неважно, но как бы на общих основаниях. И здесь момент такой, что полиция выдает вид на жительство тоже в течение трех месяцев. Или, например, в течение месяца, если это вакансия с списка вакансий, которые нуждаются в работниках очень сильно. Есть сектора экономики, где упрощенная процедура за месяц. Но все равно это минимум месяц, это если повезет, и это вакансия в этом списке. Если нет, то это три месяца, а может быть и чуть дольше иногда там задерживают. В чем как бы вот проблема? К чему я ввел, что, например, Николай приехал в Польшу, он может договориться с работодателем, подать документы неделю, подождать и выйти на работу, то в Словакии с этим намного сложнее. То есть нужно приехать, подать документы в полицию. И есть такая процедура, называется информачная карта. Это простыми словами, это как прохождение, как практики, например. То есть работодатель может оформить всего на 6 недель эту информачную карту. То есть человек может уже даже на основании этого получать официально какую-то небольшую зарплату, но он еще не работает по трудовому договору. Но так как выдается карта в течение трех месяцев, а информачно только на полтора, то получается разрыв в периоде, когда человеку он официально не может работать, и у него есть выбор. Или, например, просто сидеть в Словакии и ждать карты, или возвращаться домой. И дома уже ждать, пока он получит карточку ВНЖ. Только после этого он может нормально заключить уже трудовой договор с работодателем и выйти спокойно уже на работу. Вот в этом большое различие между Словакией и Польшей. То есть в Словакии с трудоустройством действительно чуть сложнее. Окей, еще такой вопрос. Сдают ли работники биометрию при получении опыта в Польше? Да, конечно, обязательно. В Словакии тоже сдают все, кто получает вид на жительство, перед получением карточки биометрические данные. Этот вопрос к тому, что, в принципе, это способствует тому, что не развивается преступность. Потому что любой иностранец, получив здесь вид на жительство, он в базе находится, и любое там какое-то нарушение... Ну, я не говорю там, конечно, если ты там припарковался, получил штраф за парковку, то тебя там прям в ВНЖ заберут. Нет. Речь идет о пианом вождении, конечно, о каком-то там кражах, и, ну, таких достаточно сильных, серьезных. Поэтому, ну, например, в Словакии с этим достаточно хорошая ситуация. То есть я здесь не наблюдаю такого сильного разгула преступности и всего остального. То есть действительно здесь спокойно можно из-за детей, и как-то внутреннее такое ощущение безопасности есть. Возможно, это, конечно, тоже от региона зависит. Мы живем прямо в Братиславе, и нам здесь в этом плане очень нравится. Как ситуация в Польше с преступностью? В принципе, аналогично. Здесь очень спокойная обстановка. То есть поведение полицейских вызывает уважение. В принципе, все очень замечательно. То есть страна развивается очень уважительно, относятся к гражданам Российской Федерации. Нету каких-то косых взглядов, как у нас на родине, да, принято считать, что в каких-то странах туда приплетают Польшу, там, Латвию, Литву, что какая-то ненависть, еще что-то. Ничего подобного абсолютно нет. Сама лично сталкивалась постоянно с органами государственной власти. Опять же, приходишь, например, на продление там, виды на жительство или на получение, то есть с улыбкой, принимают документы, отвечают на все вопросы, да. То есть, не знаю, там, сотрудники ДПС нас останавливали, как бы мы там на русских номерах, и все равно, то есть абсолютно адекватно могут даже простить, если там случайно не там повернули, еще что-то. Относятся с пониманием. Вообще замечательно. В аэропорту тоже. Так приятно было, вот, ну, летала с Польши в Украину, и на украинстве меня гражданство Российской Федерации, и на границе Украины меня так сильно прям допрашивали, там, зачем, куда я еду, ввиду всех этих политических обстоятельств. А когда я залетала в Польшу, то есть достаточно просто карточки ВНЖ принимают уже как своего. Не задают лишних вопросов, с улыбкой посмотрели, пропустили, и все, ну, ось, я уже, действительно, как будто домой вернулась. Да, ну, есть разные такие вот моменты, и в плане отношения к полиции и к госорганам, которые охранять должны людей и производить законы, исполнять эти законы. Конечно, в Словакии тоже могу сказать, что очень серьезное уважение прослеживается. Даже сейчас, например, там, сказал Игорь Матович, премьер-министр, вводим маски. Все, 13-го числа все как один утром в масках по сегодняшний день. Завтра, кстати, 20-го мая отменяются маски на улице. Если в радиусе 5-ти метров нету людей, ну, понятно, что там кафе, бары, рестораны. Тоже, кстати, открывается практически все. То есть все, что было запрещено, практически все открывается. Будут небольшие вот ограничения с масками в общественных местах. И вопрос с границами, конечно, еще тоже остается актуальным. Все остальное, в принципе, возвращается на круги своя. Вот, поэтому меня тоже вот по сегодняшний день, несмотря на то, что мы уже больше 4-х лет живем в Словакии, я до сих пор удивляюсь и восхищаюсь такой осознанностью населения и уважению населения к институту государства. То есть есть законы, все должны их исполнять. Тоже полиция действительно здесь по-настоящему защищает и охраняет, и помогает населению. Нету такого ощущения, что тебя где-то хотят там подловить, а потом подавить, так сказать. Все как должно быть. Давайте перейдем к нашим вопросам, потому что еще вопросов немало, и мы должны все успеть. Следующий вопрос будет, дает ли работа право на ПМЖ в будущем? Да, конечно, несомненно, дает. И более того, это один из самых простых и удобных способов. Человек, получивший контракт от работодателя, может получить вид на жительство сроком до трех лет. Соответственно, если контракт на три года, он получает в ПМЖ на три года с возможностью продления, не выезжая из страны. По истечению пяти лет он получает карту резидента ЕС. И в последующем, после еще пяти лет, он может получить гражданство, если он будет нуждаться в этом. В принципе, карта резидента ЕС – это постоянный вид на жительство, но многим этого просто достаточно. Здесь разницы со Словакией нет. Здесь все так же. Получили вид на жительство, через пять лет переходим на уже постоянный вид на жительство, и еще через пять лет можно получить гражданство Словакии. Точно так же. Дальше. Может ли польская компания быстро оформить на работу иностранцев? Это мы прошли уже, то есть мы определили, что за неделю это можно сделать. В Словакии это дольше, это от одного месяца и где-то до трех, даже до четырех месяцев. В контексте работы, какая минимальная зарплата в Польше? Две шестьсот злот минимальная. Сейчас я перевожу. То есть получается это в районе шестиста евро. Это минимальная заработная плата. В Словакии тоже пятьсот восемьдесят евро, поэтому здесь разницы, наверное, большой нет. Давайте тогда более по реальным зарплатам. Вот средняя зарплата, скажем, ну давайте того же сварщика. Сколько может сварщик приехал в Словакию, не знаю языка, начать зарабатывать? Ну со сварщиками ситуация здесь довольно-таки хорошая, потому что сварщики здесь в большом спросе. Многие компании берут с руками и ногами, здесь происходит некая борьба за сварщиком. То есть каждая компания пытается предоставить лучшее условие, потому что реально в большом спросе сварщики. То есть в среднем сварщик может зарабатывать полторы-две тысячи долларов. С тем условием, что работодатели предоставляют жилье, в большинстве случаев предоставляют даже рабочий транспорт, который можно использовать в личных целях, и иногда даже питание. Плюс сварщики это те категории, которые чаще всего ездят в командировки в Бельгию, в Германию. То есть у меня есть личный такой партнер, работодатель, который официально отправляет в Германию, в Бельгию до трех месяцев сварщики. И, соответственно, когда они выезжают на территорию Германии, в Бельгии, там они уже получают совершенно другую ставку. Очень интересно, да. Ну, в принципе, по уровню зарплаты, наверное, одинаково. Что и минималка, что вот средняя, если мы взяли пример по сварщику, то в Словакии тоже такая. Ну, понятно, что, может быть, на старте, может, и не будут платить там полторы-две тысячи евро. Но это, ну, например, тысячу-тысячу двести – это очень просто. И там по истечению полугода-года, когда человек себя проявит и, скажем, ну, в любом случае на первом этапе ему нужно будет наставника ставить, которому нужно будет доплату какую-то делать. Поэтому не может на старте человек, не знающий языка, которого надо обучить и все остальное, получать такую же зарплату, как его коллеги, но которые уже там проработали хотя бы год или два. В любом случае на такую зарплату тоже в Словакии можно рассчитывать со временем. Да, я упомянула, что это долларов, не евро, то есть поэтому будет это чуть меньше. Я думаю, это тоже не сильно актуально. Где-то, может, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, но примерно это будет зависеть от уже конкретной какой-то компании. Следующий вопрос. Может ли работник с опытом сразу воссоединить семью? Тоже немаловажно. Да, это может, это может, но опять вопрос становится заработной платы. То есть его заработная плата должна обеспечить минимальный уровень проживания, дохода на каждого члена семьи. Но здесь может быть, что либо те, значит, родственники, которые воссоединяются, они могут показать свой доход, то есть либо есть доход из их страны, либо, в принципе, супруга также может, например, работать супруга или супруг. Ну и, в принципе, также воссоединение происходит, ничего здесь сложного нет. Вопрос в доходе, да. По большому счету у нас также, только единственное различие в том, что жена не может показать свои доходы. Здесь только гарант берет на себя всю ответственность, поэтому берется во внимание только его доход. И этот доход можно подтвердить или выпиской со счета, то, что мы уже говорили, там, 2600 на взрослого, 1300 на ребенка с расчета на один год. Или в случае, если это работник, то он может взять просто справку у работодателя, где будет указана его заработная плата. Это тоже будет подтверждение финансового обеспечения. Окей. Если есть еще что-то добавить по блоку работы, то мы можем это сделать сейчас и перейдем к разделу следующего. Хотела вот про бьюти-сферу, уже упоминала, но поскольку вы спросили про зарплаты, то есть в бьюти-сфере как бы, ну, человек может сам регулировать уровень своей заработной платы. То есть здесь специалисты бьюти-сферы очень востребованы. И, соответственно, зарплата будет от количества клиентов. Здесь, в Варшаве, например, район, в котором я проживаю, называется Виланов. Высокие цены на бьюти-сферу. И, соответственно, там, если у тебя, там, 5 клиентов или 6 клиентов в день, что, в принципе, совершенно нормально, то есть человек в день может зарабатывать, там, до 300 долларов. То есть, соответственно, если он работает 5-дневку или вообще 6-дневку, то есть вы понимаете, в принципе, какая зарплата может быть. То есть здесь-то очень востребовано. Ну, в других районах будет ценник немного ниже. Но если вот мы говорим таких о самых хороших условиях работы. Ну, отлично. Это очень достойный уровень зарплаты, доходов. И на такие деньги можно жить спокойно в Польше и в Словакии и в других, я думаю, европейских странах. Хорошо. Тогда переходим к следующему блоку – учеба. И первый вопрос здесь – может ли нас... по следующему блоку – учебу. ВОЛНИЧЕСКАЯ В КАИ «УКЦАРАХИ» 死 decade- в tighter возможности и отечественной стороныade – в конце концов.